О чем вспоминает солдат на поле боя? О родных местах, в своем доме, лицах близких ему людей. Об этом можно прочитать в их письмах. Именно вести с фронта, а еще различные документы, кинопленки легли в основу экспозиции «Солдат с войны домой вернулся». Чувашия 1945 года. Она открылась в Национальном музее. Добрались до фашистского логова и забили насмерть фашистскую гадину в его логове. Война коснулась каждой семьи в стране и республике. Более 200 тысяч уроженцев Чувашии ушли на фронт. Половина из них не вернулись. После окончания войны все вместе поднимали страну, восстанавливали разрушенное народное хозяйство. Этим страницам истории и посвящена выставка. Эта выставка рассказывает о том, как готовились Чувашии к встрече демобилизованных воинов. Мы хотели показать, каким образом воины, приехавшие, вернувшиеся в свою родную Чувашию, увидели свою новую преображенную республику. Потому что появились новые предприятия, которые до этого на территории Чувашии не функционировали. Целые новые отрасли промышленности. Изменилась не только промышленность, изменился и быт. Изменилось образование и культура. Послевоенная промышленность представлена продукцией Чебоксарского электроаппаратного и канажского вагоноремонтного заводов. На открытии выставки можно было встретить и марионеток в военной форме. В этом году Чувашский театр «Кукол» тоже отмечает 75-летие. Он ровесник Великой Победы. Еще до Победы Сергей Макарович Мирозняков, основатель нашего театра, приехал в город Чебоксары, а точнее город Ядрин, чтобы основать театр «Кукол». И основал его, понимая, насколько солдатам войны необходимы эмоциональные всплески, когда они видят средствами искусства, что будет показано. В том числе и театр «Кукол». Это сатира прежде всего. Это высмеивание фашистских захватчиков. Выставка словно машина времени. Здесь и интерьер избы тех лет, и реконструкция кузова советского грузового автомобиля «Полуторки». В экспозиции представлены и личные вещи героев, участников Великой Отечественной. Фотографии и документы из фондов музея, архива, киностудии. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Бахсьяр Велиев, Республика.